Всем привет! Уже очень скоро Екатеринбургу исполнится 300 лет. Вы, возможно, спросите, в смысле очень скоро, День города ведь уже прошел. Да, знаю, я и сам там был, но День города в Екатеринбурге отмечается в августе лишь с 1987 года. Празднование перенесли для того, чтобы было комфортнее проводить массовые мероприятия на открытом воздухе. Официальной же датой основания Екатеринбурга принято считать 18 ноября 1723 года. Этот день знаменателен тем, что тогда на уже построенном Екатеринбургском заводе состоялся пробный пуск кричных молотов и была выкована первая партия полосового железа. Но этим событием я планирую закончить свое видео. Мы же с вами перенесемся еще на 140 лет назад для того, чтобы узнать предысторию города. Узнать в каких условиях, для чего и кем был построен Екатеринбургский завод, давший начало городу, что предшествовало его строительству. Он же был построен не просто где-то в лесу за Уральским хребтом, а среди других заводов, крепостей и сел, у которых в свою очередь уже была своя история. А также мы узнаем, что происходило вот в самой черте нынешнего Екатеринбурга еще до его основания. Ведь первые русские люди стали жить и работать здесь еще за 40 лет до этого события. Если вы готовы, начинаем. Если не готовы, то все равно начинаем, сориентируйтесь по ходу. Погнали. Сегодня вы увидите историю основания Екатеринбурга с несколько другого ракурса. Узнаете, какую роль в ней сыграли шведы и башкиры, почему у города два основателя, как 5 рублей отложили строительство Екатеринбурга на 20 лет и что происходило на территории Свердловской области до Екатеринбурга. Вообще на Урале люди жили еще с незапамятных времен. Но именно русские стали проникать за Урал из Восточной Европы в средние века. И регулярный характер это стало носить, начиная где-то с 12 века. В основном это были купцы, которые меняли свои товары на пушнин у коренных жителей этих мест. А вот начало уже полномасштабного освоения Урала напрямую связано с сибирским походом Ермака. Началось оно еще в конце 16 века, а полный ход набрало в 17 веке. И шло преимущественно с севера на юг. Ах да, сразу стоит сказать, что в своем видео я решил сфокусироваться по большей части на событиях, что происходили именно на территории, которые сейчас занимают Свердловской области. И которые имеют хотя бы косвенное отношение к основанию Екатеринбурга. Самые первые русские поселения на территории нынешней Свердловской области не дожили до наших дней. Время их основания это и время больших перемен. Ведь основаны они были в процессе покорения Сибири. И были по сути не сколько населенными пунктами, сколько военными базами. С поправкой на то время, конечно же. Начать следует, пожалуй, с того, как вообще та территория, которую сейчас занимает Свердловская область, оказалась в составе России. В те времена, когда земли русского царства, для простоты я дальше буду говорить просто, Россия, простирались на восток лишь до Уральских гор, сразу за ними располагались разные Егорские княжества и один из осколков бывшей Золотой Орды – Сибирское ханство. К середине 16 века Сибирское ханство, ну как и многие соседние княжества, признало вассальную зависимость от России. Оно было отдельным феодальным государством, но платило дань Москве. С приходом к власти там хана Кучума ситуация стала меняться. Сначала он перестал платить дань и убил московского посла, который в очередной раз за ней приехал, что было равносильно объявлению войны, между прочим. А потом его отряды стали совершать набеги на территории Русского царства, которое мы сейчас знаем как Пермский край, что очень не нравилось местным помещикам Строгановым. В это время Россия была занята Ливонской войной, поэтому для усмирения недружелюбных соседей был нанят отряд волжских казаков во главе с Ермаком Тимофеевичем. Подробно описывать ход покорения Сибири я не буду. В интернете достаточно информации на этот счет. Затронем лишь интересующие нас моменты. После того, как Ермак со своим отрядом в 840 человек взяли столицу сибирского ханства, город Искер, известный также под названием Кашлык или Сибирь, ему на подкрепление тем же маршрутом было отправлено несколько воинских отрядов, которыми и было основано в качестве перевалочного пункта первое русское поселение на территории нынешней Свердловской области – Ермакова городище, известное также как Верхнетагильский городок. Основано оно было в том же году, когда умер Иван Грозный в 1584. Правда, в то время было другое летосчисление – византийское. Поэтому год был на самом деле 7092, и лишь с реформами Петра Первого в Россию пришел юлианский календарь. Но эти подробности мы опустим. Кстати, вот казалось бы, как могут 840 человек захватить целую столицу целого государства? Ну, во-первых, отряд Ермака был оснащен по последнему слову техники тех лет. У него было огнестрельное оружие и пушки, в отличие от его противников. Во-вторых, власть Кучумы одержалась лишь на насилии и жестокости. Он не пользовался авторитетом, и местное население его не сильно любило. И в-третьих, население Сибири в целом в то время было невелико. После присоединения перепись насчитала всего лишь 50 тысяч жителей. Вполне может быть, что удалось посчитать не всех, но это все равно немного, учитывая, что тогда только в одной Москве проживало около 100 тысяч человек. Верхнетагильский городок просуществовал всего 4 года. А находился он чуть севернее нынешнего Нижнего Тагила, возле горы Медведь-Камень. К сожалению, сейчас мало что указывает на то, что тут было хоть что-то. В определенный момент необходимость в Верхнетагильском городке отпала, но появилась другая. Дело в том, что большая часть сражений в ходе покорения Сибири происходила на территории нынешней Тюменской области. Но в тылу у русских оставалось Грозное Пилымское княжество. Оно занимало северо-восточную половину нынешней Свердловской области. Пилымцы хоть и присягнули русскому царю, но они также ранее были замечены в набегах на Пермское княжество и надеялись на реванш Сибирского ханства, и поэтому представляли опасность для находящихся в Сибири русских отрядов. Для проведения операций по нейтрализации данной угрозы Верхнетагильский городок переехал на новое место, чуть южнее нынешнего Ивделя, на то место, где в реку Лозьву впадает река Ивделя. Так в 1588 году был основан Лозьвинский городок. Это был удобный плацдарм для похода на Пилымское княжество, а впоследствии стал и перевалочной базой на Вишерско-Лозьвинском пути, известном также как Чердонская дорога. В 1592 году, после присоединения Пилымского княжества к России, укрепления Лозьвинского городка были разобраны, снова, и переправлены на место впадения реки Пилым в реку Тавда, где до этого была столица Пилымского княжества. Так на Чердонской дороге, соединяющей Восточную Европу с Сибирью, появился новый острог Пилым. Не путать с поселком Пилым на севере области. Не будет лишним напомнить, что острог – это такое фортификационное сооружение, опорный, укрепленный, населенный пункт, постоянный или временный, обнесенный частоколом из заостренных сверху бревен. Мог иметь также и башни, наподобие этой. Но и это поселение оказалось обречено. В 1595 году вышел указ царя Федора Ивановича, сына Ивана Грозного, найти более короткий и прямой путь через Урал. И в 1597 году по разведанному соликамцем Артемием Бабиновым пути была проложена новая дорога под названием Соликамско-Верхотурский тракт. А в народе просто Бабиновская дорога. И в связи с этим Пилым утратил свое значение и стал служить местом ссылки. В отличие от двух своих предшественников, Пилым просуществовал довольно долго, больше 400 лет. Последние жители покинули это место лишь в 2015 году. Ну как жители, в последнее время там была колония-поселение. Конечно же, никаких оборонительных сооружений тех лет не сохранилось. Но сам поселок выглядит вполне нормально. Наверное, потому что место это довольно труднодоступное. Добраться туда можно, наверное, только по зимнику, а в летнее время лишь с использованием лодки, ну или вертолета. Дороги до туда нет. На самом деле, после Пилыма на Чердонской дороге был основан еще один населенный пункт – Табары. В то время Табаринская слобода. Не будет лишним напомнить, что слобода – это такая особая экономическая зона тех лет, которая в качестве мотивации для освоения новых земель на время освобождалась от уплаты налогов. В одной слободе могло находиться сразу несколько деревень, а также острог для защиты. Основал Табары тот же человек, что и Пилым – Петр Иванович Градщиков, чердонский воевода. Было это в 1594 году, что делает село Табары самым старым до сих пор существующим населенным пунктом Свердловской области. По крайней мере, из тех, у которых известна дата основания и которые основывали русские люди. Потому что далее на Чердонской дороге в границах Свердловской области был и остается еще один населенный пункт – село Кашуки. Дата его основания неизвестна. По всей видимости, оно было основано еще при Сибирском ханстве, а может и до него, и оно существует до сих пор. То есть русские люди его не основывали, а просто стали перебираться туда на ПМЖ. Но Чердонская дорога утратила свое значение с появлением Бабиновской. А что это были за дороги такие? Ну, Чердонская дорога на самом деле дорогой в привычном понимании этого слова не являлась. Это был маршрут. Причем довольно старый и не единственный, но более приоритетный, потому что пролегал через богатые пушниные места. По Чердонской дороге можно было попасть из Целикамска в Сибирь. В тот же Искер, недалеко от которого в 1587 году был основан Тобольск, мимо Чингитуры, которая была разрушена отрядом Ермака и на месте которой в 1586 году была основана Тюмень. Если вкратце, путники садились в лодки в Целикамске. Против течения реки Вишера мимо города Чердонь плыли в сторону Уральских гор. Потом они вытаскивали лодки из воды и тащили их через Урал по заранее подготовленному Волоку. Километров, может, 5-10 до другой реки Лозивы. По ней уже по течению они плыли до реки Тавда, потом до реки Тобол и таким образом оказывались в столице Сибири. И это был на самом деле не конец маршрута. Оттуда можно было отправиться еще дальше в разные места. Но эти подробности мы опустим. На преодоление данного маршрута уходило не меньше месяца. Что касается Бабиновской дороги, то это уже была собственная дорога. Ее построили за два года и по ней можно было добраться из Целикамска до Тобольска всего лишь за 22 дня. На пути пролегания новой дороги стали появляться и новые остроги. Так в 1598 году на месте уже заброшенного к тому времени мансийского городища Нерамкар было основано Верхотурье, где в 1600 году была устроена таможня, через которую проходили все сибирские товары. В том же 1600 году на месте другого поселения Ипанчин, разрушенного отрядом Ермака, был основан еще один острог – Туринск. Далее основывались и другие уже чисто гражданские поселения – деревни и села. Кошай, Бочкарева, Меркушина, Рычкова, Махнева. В 1621 году была основана Невьянская слобода, а в 1631 – Ирбитская слобода. В них тоже были свои остроги, а организованная в Ирбите ярмарка в свое время даже немного изменила маршрут Бабиновской дороги. Основывались и другие – остроги и слободы, деревни и села. Аромашевская, Мурзинская, Чусовская слобода, Коптелово, Камышлов. Думаю, нет особого смысла перечислять их все, ведь нам здесь интересно другое. В 1628 году в Невьянской слободе на реке Ниццы были открыты первые на Урале залежи железной руды. Железо в том или ином виде входит в состав всех горных пород. Все дело в том, насколько много его в каждой конкретной породе содержится и насколько целесообразно его оттуда добывать. Когда железа в породе много, ее можно называть железной рудой. Вообще, железная руда на реке Ниццы впервые была найдена даже раньше, в 1622 году, жителям Туринского острога, которого звали Пантелейко Тинтюков. Это была разновидность бурого железняка – болотная или озерная руда, лимонит. Сразу стоит сказать, что в болотной руде ничего особо плохого нет. Руда и руда. А в 1628 году об этом узнал Туринский воевода и доложил об этом в Тобольск. В то время, конечно же, никакой Свердловской области еще не существовало. Эти земли были в составе другого территориального образования того времени – Тобольского разряда с административным центром в Тобольске. Тобольские власти отправили сына боярского Ивана Шульгина в Невьянскую слободу для проведения испытаний. Пробную плавку выполнил пушкарь Кубаска Федоров. Руда была признана годной, после чего сведения об этом вместе с образцами были отправлены в Москву. В ответ на это Шульгину последовал указ строить завод, там, где была найдена руда. Так, в 1630 году было основано Невьянское рудное и железное дело, известное также как Ницинский железоделательный завод. Вот скажите мне, что вы представляете, когда слышите слово «завод»? Забудьте, до этого еще очень далеко. Ведь Ницинский завод был первым на Урале, и по современным меркам он был скорее кустарным производством, чем заводом. Сейчас мы находимся в селе Рудное, где и был расположен Ницинский завод. Да, вот так сейчас выглядит колыбель уральской металлургической промышленности. Где-то здесь стоял завод, а тут добывали руду. Собственно, это затопленный карьер. В отличие от цветных металлов, типа меди, золота и других, железо в чистом виде в природе не встречается вообще. Метеориты и брошенные в лесу одноразовые мангалы не в счет. Но также, в отличие от цветных, этот черный металл обладает высокой прочностью, поэтому людям он был очень нужен. А получить его не так-то просто. Чтобы получить из железной руды железо, нужно провести над ней целый ряд различных манипуляций. В те времена железо во всей стране было в дефиците, и значительная его часть завозилась из-за границы. Конечно, руду находили и на европейской части России, и получали из нее железо, плюс-минус таким же кустарным способом. Но главная ценность Ницинского и подобных ему заводов заключалась в том, что на Урале вообще все железо было привозное, и из-за сложной транспортировки его стоимость возрастала раза в два. Проработал этот завод здесь почти 70 лет, после чего производство переехало в другое место. Первые железоделательные заводы на Урале были, само собой, довольно примитивны. Например, тот же Ницинский завод имел численность персонала на первых порах в среднем в 15 человек, и располагал таким оборудованием, как две сыродутные печи и два ручных кузнечных горна. Получается, что для производства железа там использовалась технология, которая существовала уже 3000 лет. Сложно сказать, как выглядело все это оборудование именно на Ницинском заводе, но в целом производство железа выглядело таким образом. Добывали болотную руду путем извлечения ее вместе с илом с одна водоема, или же его берега, после чего руду сушили и прокаливали в костре около суток, для того, чтобы брать из нее лишние примеси. Потом руду измельчали, чем мельче, тем лучше, и с большим количеством угля, раза так в два больше, чем самой руды, загружали в сыродутную печь. Сыродутная, потому что дует сырым воздухом. Далее, в течение 6-8 часов это все там прогорает при температуре около 1300 градусов, которая достигается путем нагнетания в печь воздуха мехами. Находящиеся в руде соединения железа, такие как оксид железа, более известный под названием ржавчина, благодаря высокой температуре и присутствующему углю восстанавливается до металлического железа. Оно постепенно смещается вниз печи, сплавляясь маленькими капельками между собой, всяческим шлаком и несгоревшим углем в один рыхлый ком. В конце процесса этот ком из печи извлекали, и таким образом получалась крица. В дальнейшем эту крицу снова разогревали, или же сразу подвергали обработке ковкой, выколачивая из нее шлак и получая таким образом более чистое железо, из которого можно было уже что-то и выковать. На самом деле, конечно же, это было никакое не железо, а сталь, но тогда это слово еще не было заимствовано из немецкого языка, поэтому в этом видео я буду называть этот материал железом. Со временем на Урале открываются и другие подобные производства. Железное и укладное дело в Ромашевской Слободе. Это производство существовало не более двух лет, и где оно конкретно находилось, сейчас, к сожалению, неизвестно. Тумашевский железоделательный завод. Первый частный завод на Урале. Проработал он шесть лет. Сейчас его руины покоятся где-то здесь, на дне Невьянского водохранилища. Далматовский завод. О нем мы еще поговорим далее, но все это до сих пор нельзя называть какими-то серьезными предприятиями. А что вообще в это время происходило в тех краях, где и сейчас находится Екатеринбург? Там в 1675 году основывается Арамильская Слобода. Основание Арамильской Слободы было связано с тем, что территория Урала постепенно осваивалась. Появлялись новые населенные пункты и, соответственно, дороги. Легальные и нелегальные. И Уктуз к 1660 году переворотился из отдаленной лесной окраины вместо пересечения нескольких таких дорог. Этим обстоятельством не мог не воспользоваться предприимчивый уроженец деревни Тарасова, что ныне находится возле города Сарапул в Удмуртии, Михаил Родионов, он же Михаил Сарапулец, который решил эту территорию освоить. В 1660 году он обратился в Тобольск за разрешением строить Арамильскую Слободу. В это же время... Наверное, Михаил Родионов поначалу испытывал что-то подобное, что и вы сейчас, когда в 1662 году началось Башкирское восстание и его планы на Арамильскую Слободу пришлось передвинуть на неопределенный срок. Причина восстания, как и любое историческое событие, эта тема довольно длинная, поэтому я постараюсь передать только основные моменты. Башкиры присоединились к России в составе Ногайской Орды еще при Иване Грозном в 1557 году после завоевания России Казанского ханства. Но был один момент. По сути, Башкиры Ногайской Ордой были завоеваны, поэтому они не считали ее власть над собой легитимной. После того, как Россия была покорена Сибирское ханство, сын хана Кучума Ишим отправился в Джунгари. Ныне эта территория входит в состав Китая. Он заключил там союз с местными правителями, женился на тамошних княжнях и инициировал выдвижение к Ногайской Орде огромного войска, которое ее впоследствии и завоевало. Так на месте Ногайской Орды возникло калмыцкое ханство. Башкиры, само собой, стали сопротивляться калмыкам. Покоряться они им не хотели. Началась долгая башкирско-калмыцкая война. Россия в этом противостоянии, понятное дело, была на стороне башкир. И казалось бы, а при чем тут Украина? В 1654 году из-за отделения левобережной Украины от Речи Посполитой и вхождения ее в состав России, началась русско-польская война. Позже против России также выступила и Швеция. И в этом противостоянии России даже ненадолго удалось вернуть выход к Балтийскому морю. Но со временем против России выступило и Крымское ханство. Вот тут-то и подсобили калмыки. Калмыцкое ханство присоединилось к России и взяло Крымское ханство на себя. За это калмыки потребовали вернуть им пленных, которых у них захватили башкиры, а также захваченный ими скот. Россия согласилась. А башкиры восприняли это как предательство. Причем больше всего недовольны сложившейся ситуацией были как раз северо-восточные башкиры, населявшие Южный Урал, земли которых были к Куктусу ближе всего. Они хотели восстановить Сибирское ханство во главе с правнуком Кучума, ханом Кучуком. Это был очень важный момент. По их понятиям правителем мог быть никто иной, как потомок Чингисхана. Вооруженных сил за Уралом у России на тот момент было немного, поэтому они и не могли справиться с башкирами. В ходе восстания были сожжены и разграблены десятки деревень, а их жители убивали или брали в плен, где они запросто могли превратиться в рабов. А в отличие от рабов, даже у крепостных крестьян были права. Но постепенно восставшие стали понимать, что если они отделятся от России, то со временем окажутся под властью калмыков. Потому что дед Кучука Ишим в свое время связал себя с семейными узами калмыкскими правителями. Этого им не хотелось. Россия заметила перемену в настроениях башкир и своевременно предложила переговоры, на которых пообещала рассмотреть все их пожелания. По итогам переговоров с башкирами были подписаны новые договоры. Восстание закончилось. Но это было только начало. В дальнейшем жители Урала еще не раз столкнутся с башкирами. Лишь через 10 лет после окончания восстания тобольские власти вернулись к вопросу основания Арамильской слободы. И в 1675 году Михаил Родионов, проживавший в то время в Мурзинской слободе, таки получил добро. Обстановочка в округе, конечно, изменилась. Но заселение Арамильской слободы шло очень быстро. Откуда, кстати, брались все эти люди? По большей части, восточный склон Уральских гор осваивался жителями Западного, освоение которого началось немного раньше. Люди переселялись из мест, которые мы сейчас знаем, как Соликамск, Кунгур, набережные Челны и Лабуга. Также люди приходили из других городов европейской части России. Приходили люди из Сибири. В Арамильской слободе был основан строк, который стал самым южным форпостом русского царства на границе с башкирскими землями. Расположен он был как раз здесь, за моей спиной. Где-то в промежутке между 1680 и 1695 годом в Арамильской слободе было основано несколько деревень, не все из которых дожили до наших дней. Мы же среди них отметим село Верхний Уктус, которое было основано примерно в 1682 году. Сейчас мы находимся именно на том месте, где когда-то было это село. И эта территория уже как 64 года входит в состав Екатеринбурга. А это значит, что первые русские люди стали жить на территории нынешнего Екатеринбурга еще в 1682 году. Есть мнение, что на самом деле это случилось даже раньше, в 1672 году, когда на северном берегу Шарташа было основано село Староверов. Но убедительных доказательств этому нет. Скорее всего, то село было основано значительно позже. В 1697 году умер глава сибирского приказа. Ну и на его место пришел новый человек. Он издал указ за подписью царя Петра I о поисках руд и выборе мест для строительства заводов в Верхотурском и Тобольском уездах. Звали его Андрей Андреевич Виниус. Вот, кстати, его портрет. А вот на секундочку портрет его отца. Но справедливости ради стоит сказать, что это все-таки автопортрет. А кто это вообще? Андрей Андреевич родился в Москве. Он сын голландского купца, который в свое время обосновался в России и основал первый в России вододействующий железоделательный завод. Было это в 1637 году близ города Тулы. Виниус знал несколько языков, был обучен разным точным наукам. В 23 года он начал государственную службу. Сначала был переводчиком, потом дипломатом в Европе. Позже возглавлял почтовое ведомство и аптекарский приказ. В 1699 году Далматовский завод, о котором я обещал рассказать, перешел в собственность государства, стал казенным. После чего началась его глубокая модернизация. Или лучше сказать, что на его базе началось строительство нового, более продвинутого завода, который будет именоваться Каменским. Ведь на тот момент Далматовский завод был просто небольшим производством для собственных нужд при Далматовском Успенском монастыре. Все, может быть, потихоньку так и развивалось бы самой собой, но событие форсирует смерть еще одного человека. В том же 1697 году умер шведский король. Казалось бы, а какое вообще отношение к основанию Екатеринбурга имеет шведский король? Очень косвенное, но имеет. В 1697 году умер король Швеции Карл XI и новым королем стал... Карл XII. 12-й. Карл. Швеция на тот момент могущественная империя. В ее состав, кроме ее собственной современной территории, входили также территории нынешних Финляндии, частично Норвегии, Германии, Эстонии и Латвии, а также субъектов России Мурманской области, Республики Карелии, Ленинградской области, Санкт-Петербурга. И соседние страны имели к Швеции территориальные претензии. А тут как раз королем стал Карл XII, возраст которого на тот момент был 15 лет. Этим обстоятельством не мог не воспользоваться глава Саксония и одновременно Речи Посполитой Август II Сильный. Он собрал Северный Союз, в который входили, собственно, Саксония с Речью Посполитой, Дания, а также Россия. Одним из условий вступления России в войну со Швецией было окончание войны с Османской империей, нынешней Турцией, ведь в то время длился второй Азовский поход Петра. И когда в 1700 году с Османской империей был подписан Константинопольский мирный договор, Петр I объявил войну Швеции. Первым сражением со Швецией у России в Северной войне была битва при Нарве в ноябре 1700 года. Для России эта битва была крайне неудачной. Во-первых, при выдвижении войск к Нарве Петр I еще не знал, что Дания уже успела получить от Швеции по зубам, заключить с ней мирный договор и выйти из войны. Во-вторых, Август II про Данию уже знал, и в связи с этим скорректировал свои планы и прибегнул к тактическому отступлению, что позволило Швеции направить к Нарве дополнительные войска. И в-третьих, русская армия на тот момент находилась в процессе реорганизации. Среди ее командиров было много иностранцев, у артиллерии было более 25 разных калибров, что затрудняло ее снабжение боеприпасами. Да и вообще, на дворе была осенняя распутица, которая еще сильнее затрудняла логистику. В битве при Нарве численно превосходившая, но технически менее продвинутая русская армия потерпела от шведов поражение. Потери были катастрофические, и в том числе была потеряна вся артиллерия. Как мы помним, железа в то время в России производилась немного. Справедливости ради стоит сказать, что заводы были и месторождения, само собой тоже. Просто эта отрасль не была сильно развита, и большая часть железа привозилась из-за границы. А главным его поставщиком была Швеция. Конечно, Швеция перестала продавать железо России, ну а армии-то нужны пушки. В срочном порядке на пушке стали переплавлять церковные колокола, но страна остро нуждалась в создании мощной металлургической базы. Благо, у России для этого были все условия, и Петр Первый об этом, конечно же, знал. О залежах железа на Урале было известно еще со времен его деда, Михаила Федоровича. Раз уж история опять завела нас с вами на Запад, то самое время рассказать и о Демидовых. Родоначальником династии Демидовых был Никита Демидович Антуфьев из города Тулы. Его отец был кузнецом, а сам он поднялся на том, что был искусственным оружейником, и когда о нем узнал Петр Первый, он сделал его поставщиком оружия для войск во время Северной войны. Для налаживания производства Петр Первый приказал отмежевать в собственность Демидова лежавшие около Тулы Стрелецкие земли, а также выделил ему участок для рубки леса на уголь. Поддерживал, так сказать, Петр Первый дельного человека. После начала Северной войны на Урале в одно и то же время шло строительство сразу четырех заводов. На реке Нейви, реке Каменки, реке Выи и реке Тагил. Но строительство шло непросто. То пожар, то табульские власти решили проект пересмотреть, то у крестьян посевная началась, и они ушли работать в поле. Начатую войну Петр Первый хотел прекратить, заключить мир. Но Карл Двенадцатый после Нарвы был полон энтузиазма и был намерен, что называется, идти до конца. Денег в казне у России в то время было немного, и тогда Петр Первый наказал сконцентрироваться на каком-нибудь одном заводе и закончить его. Так в конце 1701 года начал работу Фитьковский казенный железоделательный завод. Это именно то место, куда переехало производство Ницинского завода. У него была плотина, на место сыродутной печи пришла доменная, а на место молотой наковальни пришли кричные молоты. Как это было устроено в общих чертах? В плотине было два прореза, один рабочий, второй вишняковый. Через рабочий прорез на завод поступала накопленная в пруде вода. Там она приводила в движение водяные колеса, которые в свою очередь приводили в движение механизмы завода. Например, кричные молоты или те же меха для нагнетания воздуха у доменной печи или кричного горна. В доменную печь загружали заранее подготовленную шихту. Это готовая смесь для выплавки металла, в которую входит измельченная руда и разные другие компоненты. И получали из нее уже не кричное железо, а чугун. Чугун обладает отличными литейными качествами, и из него отливали пушки, ядра к ним и разные другие изделия. Но чугун не подходит для ковки, для этого он слишком хрупкий. Поэтому из этого же самого чугуна делали и железо, путем удаления из него лишнего углерода. Заранее отлитые чугунные доски разогревали в кричном горне и подвергали обработке ковкой кричным молотом. Таким образом, производство металла происходило уже не полностью вручную, а при помощи энергии, падающей на водяные колеса воды. Получается, что завод работал на силе гравитации. Ну да ладно. Вишняковый же прорез служил для сброса вешних вод. Другими словами, весенних, паводковых. Но качество строительства этого завода было низким. Он сталкивался с проблемами и на самом деле толком-то не работал. В 1702 году Петр I передал его хорошо зарекомендовавшему себя энергичному деятелю Никите Демидову. С обязательством поставлять государству продукцию по низким ценам. А заодно Петр I издал именной указ с разрешением Демидову строить и новые заводы на Урале. Сейчас на месте этого завода в Невьянске работает Невьянский машиностроительный завод. Но всего на пару месяцев его опередил обновленный Каменский чугуноплавильный завод. Он был уже почти готов и даже понемногу работал, поэтому его решено было закончить. На заводе были построены плотина, доменная печь, молотовая фабрика, кузница и ряд вспомогательных помещений. И это был первый на Урале вододействующий завод. Да и в целом более-менее крупное предприятие, которое уже вполне можно называть заводом. В последующие годы он был обнесен крепостной бревенчатой стеной с башнями и воротами, земляным валом и рвом для защиты от набегов башкир. Сейчас на месте, где он был расположен, в Каменске-Уральском, работает завод Урал-Электромаш. А строительство остальных двух заводов было прекращено. В 1702 году Винниус отправился с рабочей поездкой по Верхотурскому и Тобольскому уездам. Ему нужно было навести порядок на заводах и организовать регулярные поставки пушек и припасов на фронт. Особое внимание ему стоило уделить организации разведки новых рудных месторождений, а также поиску мест для основания новых заводов. Таким образом, Винниус побывал, например, и в будущем Полевском, на Гумешевском руднике, известном более как Медная гора, после чего он взял эти земли в ведение государства. Вообще, по итогам своей поездки Винниус подметил, что хозяйственно-экономические условия на Урале очень благоприятные. Множество разнообразных природных ресурсов и дешевое зерно, а следовательно рабочая сила. За найденные месторождения руды была объявлена награда. 5 рублей и более. В пересчете на наши деньги это, ну, 1020 рублей, плюс-минус. И руду стали находить во многих местах. С этим вопросов не было. Другое дело, энергия для работы завода. Паровые машины тогда еще не были в ходу, а электроустановки и вовсе не существовали. Так что нужна была река. Не слишком большая, для того, чтобы ее можно было перегородить плотиной, но и не слишком маленькая, чтобы ее энергии хватало для непрерывной работы завода. Также немаловажно, чтобы завод был недалеко от других заводов, чтобы можно было использовать их квалифицированных мастеров. Чтобы недалеко от него жили и крестьяне, которых можно было бы приписать к заводу, заменив тем самым для них подушный налог на обязательные работы на заводе в свободное от земледелия время. И чтобы рядом были дороги и реки для транспортировки продукции в европейскую часть России. Один из новых заводов было решено поставить на реке Уктус. В 1702 году на Уктус с Каменского завода прибыл плотинный мастер Ермола Яковлев, для того, чтобы найти место для строительства нового завода. Он нашел несколько удачных мест, но в приоритете из них было два. Одно на реке Исеть, второе на реке Уктус. Правда, сейчас эта река называется Патрушиха. Дело в том, что в советские годы измерили длину этих рек, и приток Уктуса-Патрушиха оказалось длиннее Уктуса, от чего уже сам Уктус стал притоком Патрушихи, и реку переименовали. Но в этом видео я буду называть ее Уктус. Крестьяне Арамильской слободы скинулись и дали Яковлеву взятку, 5 рублей, чтобы он выбрал именно Уктус. Видимо, плотинная сеть могла как-то нарушить их хозяйственную деятельность. Взятку Яковлев принял, но впоследствии об этом узнал Винниус. Был Ермола бить за это плетьми и допрошен с пристрастия. Он во всем сознался, но сказал, что хоть деньги и принял, на его выбор они не повлияли, ведь он и сам склонялся в пользу Уктуса. Тогда из Тобольска был вызван приказчик Иван Астраханцев, который руководил строительством Каменского завода. Он оценил обстановку и поддержал выбор Яковлева. Возможно, что тогда река и сеть для уральских мастеров была слишком большая, и построить надежную плотину на ней им было бы сложно и дорого. А денег на большие стройки у государства тогда не было. Строили Уктусский завод крестьяне с очень многих слобод, даже самых отдаленных. А квалифицированные работы выполняли те же специалисты, которые строили Невьянский и Каменский заводы. Начал свою работу Уктусский завод в 1704 году. К нему для выполнения вспомогательных работ, таких как рубка дров, сжение из них угля, добыча и транспортировка руды, были приписаны крестьяне из ближайших слобод, в том числе, конечно же, с Арамильской. В штате было 55 мастеровых и 12 учеников. Завод, кроме чугуна и железа, выпускал также и военную продукцию, и разные инструменты, гвозди и так далее. В 1713 году была налажена и выплавка меди. У завода были крепостные бревенчатые стены с двумя башнями, внутри были двор, церковь, разные дома и избы, в том числе, 21 изба для мастеровых, а также непосредственно сами производственные помещения, сарай и много всего другого. Все само собой из дерева. Из оборудования завода были две доменные печи и две молотовых фабрики, по два молота в каждый. Работало это оборудование попеременно. Медную руду на завод возили с Шиловского рудника, что находился возле нынешнего поселка Медный. Железную руду в виде бурого железняка с Решетского рудника, следы которого можно найти в железнодорожном лесопарке у микрорайона Семь ключей. После Полтавской битвы 1709 года на Уктузский завод прибыли шведские пленные в количестве около 140 человек. Шли, кстати, пешком, только представьте, больше 2000 километров. Во времена-то были. Работали на заводе они до 1721 года, пока со Швецией не был подписан ни штатский мирный договор. Те, кто остались в живых, по большей части вернулись на родину. Сейчас мы находимся именно на том месте, где когда-то был Уктузский завод. От него здесь почти ничего не осталось, лишь только плотинный вал, который является самым старым рукотворным сооружением на территории Екатеринбурга. Не считая памятников каменного века, конечно же. Здесь, между двумя этими валами, находился рабочий прорез плотины. А за этим валом был вишняк. Давайте на него заберемся. Что интересно, в Свердловской области есть более-менее сохранившаяся плотина подобного вида. Находится она на реке Ревде в селе Мариинск. Вот эта плотина. От нее осталось побольше, чем от Уктузской. Но она и гораздо моложе. Лет так на сто. Сейчас я на бывшей плотине Уктузского завода. С этой стороны был заводской пруд, а там находился сам завод. В некоторых местах из земли до сих пор торчат деревянные элементы плотины. Но, к сожалению, больше там ничего не осталось. Завод проработал 45 лет. На том месте, после прекращения производства металла в 1749 году, работали другие предприятия. Там мыли золото, также там была кожевенная фабрика. После 1800 года эта деятельность угасла. Заводской пруд был спущен в 1856 году. В 1704 году был основан Алапаевский казенный железоделательный завод. Плотина имела вишняк и два рабочих прореза. Доменный и молотовой. Заводской пруд хоть и имел в длину 4 километра, но... Сама река Алапаеха была маловодной. Из-за чего завод работал в полную силу только весной. Также были построены две домны, две молотовые, сверлильна для орудийных стволов, литейный цех и избы для мастеровых. Сейчас здесь можно найти старейшие каменные строения на Среднем Урале, датируемые 1704 годом. Металл в Алапаевске производили аж до 2018 года, то есть 314 лет. Также в 1704 году заработал Верхнекаменский завод. Он был построен в 3 километрах от Каменского завода, вверх по течению реки Каменки. Была построена плотина, две молотовые фабрики, кузница, угольный сарай, амбар и 17 изб для мастеровых людей. Таким образом было сформировано поселение Новый завод, которое существует до сих пор. Вот оно. А вот сам завод уже не существует и существовал он всего 19 лет. Планы на него менялись, плотину не раз размывало, а завод горел и в 1723 году он был по итогу брошен. В 1706 году в черте нынешнего Екатеринбурга был основан еще один завод – Шувакишский. Это был небольшой завод на небольшой речке Шувакиш. Произведенное на нем железо продавалось на Уктузский завод. Проработал он всего 10 лет и вот что от него осталось. Ничего. Вообще ничего. Да блин. Опять? В 1704 году началось очередное восстание Башкир. По счету оно было уже третьим, просто второе не сильно сказалось на жизни нашего края, поэтому я решил про него не рассказывать. Начало третьего восстания связано с указом, которым вводилось сразу 72 новых налога. В том числе и совсем абсурдных, например, на карие глаза у Башкир. Петру Первому нужны были деньги на войну, и он не особо хотел вникать, как его подчиненные будут эти деньги добывать. В указе также требовалось строить мечети только по образцу христианских храмов, устраивать кладбище рядом с мечетями, фиксировать заключение браков и смерть перехожан только в присутствии русского священника. Все это было воспринято как прямой шаг к будущему полномасштабному насильственному крещению. Кроме того, сборщики налогов потребовали 20 тысяч лошадей, а потом еще и 4 тысячи воинов на нужды армии. Но и это было еще не все. Башкиры столкнулись с одними из самых неудачных реформ Петра, основанных на заимствованиях с Запада. Петр Первый хотел унифицировать все регионы, вследствие чего Башкортостан должен был лишиться всякого самоуправления и превратиться в обычную губернию под управлением Казани. Но больше всего Башкир допекала, собственно, наглость со стороны казанских сборщиков налогов, которые, возможно, и придумали обложить налогом карие глаза. Все это вылилось в самое масштабное из башкирских восстаний. Докатилось оно и до Зауралии в 1709 году. Башкиры били, убивали и пленили крестьян, угоняли скот. Хорошо укрепленные заводы и остроги они старались обходить стороной, под раздачу больше попадали незащищенные деревни и села. В 1709 году Уктусский завод по большей части не работал, потому что крестьяне не могли до него безопасно добраться. В этом же году было сожжено село Верхний Уктус и был разорен Шувакишский завод. Остроги сидели в осаде, дороги были захвачены башкирами. Положение еще более усугубляло то, что здесь в начале 1709 года прошел рекрутский набор в регулярную армию. А я напоминаю, Россия в этот момент воевала с Швецией. Для подавления восстания правительство направило за Уралия два полка, а также калмыцкие войска, которые нанесли повстанцам серьезное поражение летом 1710 года. Восставшие были вынуждены прекратить борьбу на данном направлении. В 1711 году восстание закончилось. Подавить силы его долго не получалось и правительству пришлось пойти на уступки. Жертвами восстания стали десятки тысяч человек и сотни населенных пунктов. Хоть активные боевые действия и закончились, башкирские кочевники время от времени совершали свои набеги. И благодаря им в 1718 году Уктусский завод полностью сгорел. На его восстановление ушло два года. Тем временем наш старый знакомый Индемидов, сложа руки, не сидел. К тому же их было уже двое. Сам Никита и его взрослый сын Акинфий. К 1720 году они, после того, как Акинфий перестроил Фитьковский завод, сделав из него тем самым Невьянский, основали еще несколько предприятий. Шуралинский железоделательный завод, который проработал 174 года. Сейчас на его месте ничего нет. Быньговский железоделательный завод. Он проработал 194 года. Вместе с Шуралинским они перерабатывали чугун Невьянского завода. Сейчас на его месте находится мебельное производство. Верхнетагильский чугуноплавильный и железоделательный завод. Он проработал 197 лет. И от него остались хотя бы сваи. И даже больше. Кроме свай здесь можно встретить фрагменты стен, а все дно реки усыпано доминым шлаком, отходом производства чугуна. Нуждаясь в рабочих руках, Демидовы переманивали к себе лучших мастеров с казенных заводов. Приглашали шведских пленных, знавших чугунолитейное дело, укрывали беглых. Производительность труда их рабочих была очень высокой. При том, что у Демидовых не было и четвертой части приписных крестьян относительно казенных заводов, они отпускали в два раза больше железа. В целом, производительность уральских заводов оказалась очень высокой, а их продукция вскоре существенно превзошла общий объем производства всех заводов Европейской России. В 1720 году Урал, ну преимущественно Демидовский, давал по самым скромным оценкам 2 трети металла России. В 1720 году под закат Северной войны, недавно образованная по указу Петра I для наведения порядка в горном деле Бергколлегия, отправила на Урал группу специалистов. Их цель – осмотр рудных мест и действующих заводов, а также строительство новых, только производящих уже не железо, а медь и другие цветные металлы. Пробыв несколько месяцев в Кунгуре и не сумев сделать из местной руды нормальную медь, группа уезжает и 30 декабря прибывает на Уктузский завод. Туда же, вслед за группой, было переведено горное начальство. Таким образом, при Уктузском заводе временно расположилось высшее горное начальство, ведавшее всей металлургической промышленностью Сибири. Ну и, соответственно, Урала. Просто в то время Урал еще не считался каким-то отдельным регионом, он был просто частью Сибири. Собственно, тогда еще даже не было известно, что Уральские горы – это единая горная система. Тогда считали, что вот на севере есть горы, называли их Камень, есть на юге Оралтовые горы, а между ними есть какие-то маленькие отдельно стоящие горы. Вот. О чем это я? Ах, да, получается, что до этого момента Уктузский завод подчинялся губернаторским властям Тобольска, а теперь стал подчиняться напрямую Берг-Коллегии, столице России, Санкт-Петербурге. Осмотрев завод и расспросив его жителей, глава этой группы убедился в его бесперспективности, как крупного центра производства металла. Речка Уктуз не могла обеспечить его в должной мере гидроресурсами, из-за чего водяные колеса завода могли простаивать месяцами. Поэтому уже 2 января 1721 года он поручил управителю Уктузского завода Тимофею Бурцеву организовать поиски места для строительства нового завода, выгодное расположение которого позволило бы превратить его в мощное промышленное предприятие и центр управления всей сибирской горнозаводской промышленности. В результате этих поисков на реке Исеть было определено место, подобранное, возможно, еще Яковлевым в 1702 году для строительства нового Исетского завода. Причем у Василия Никитича, так звали главу этой группы, был свой взгляд на то дело, которое ему поручила Беркаллегия. Для пополнения казны государства он хотел произведить не имеет серебро, о золоте, наверное, вообще не думали, нигде в России его в то время не добывали. А хотел он производить железо, которого здесь было полно и рентабельность которого была очень высока, продавать его за границу и таким образом пополнять казну государства. А кто такой этот Василий Никитич? Это был очень образованный человек. Родился он в семье, принадлежавшей к роду смоленских князей. Правда, род их к тому времени давно захудал. Его отец обладал определенными познаниями в области геодезии и фортификации. Василий Никитич же, в свою очередь, сначала получил домашнее образование, потом учился за границей, как бы сейчас сказали, в Германии. Инженер, артиллерист, историк, географ, экономист, государственный деятель. На тот момент он довольно молод, ему было 34 года, и звание его не слишком высоко, капитан. Участвовал в Полтавской битве и даже был там ранен. Также участвовал в организации и проведении переговоров со шведами. Именно его заслугой, кстати, является то, что Урал стал считаться единой горной системой. В общем, человек он был выдающийся. Фамилия его – Татищев. Несмотря на то, что Татищев не верил в перспективы Уктусского завода, это место он укреплял и развивал. Именно здесь были открыты две из трех первых на Урале горнозаводских школ. Также он распорядился перевезти на Уктус-драгун и сформировал из них Уктусскую драгунскую роту. Готовясь к строительству нового завода, Татищев задумывался и о том, как обеспечить его безопасность от угрозы с юга, объяснявшуюся близостью башкирских земель. Тогда на месте сожженного в 1709 году села Верхний Уктус он закладывает крепость под названием Горных заводов-щит. Или просто Горный щит. В ней была размещена часть драгун Уктусской роты. Тогда же у Татищева возникла мысль провести через Горный щит новую официальную дорогу в Сибирь за место Бабиновской, чтобы там, как и в Верхотуре, можно было брать пошлины с провозимых товаров, а заодно и устроить проведение ярмарки наподобие Ирбитской. Забегая вперед, можно сказать, что севернее Горного щита вскоре появилось более подходящее для всего этого место. А в связи с основанием южнее от него Кособродской и Полевской крепостей, а также Сесердской крепости, он потерял и свое оборонное значение. После того, как все было готово к строительству завода, сделаны все чертежи, произведены все расчеты. Определено место для строительства. Татищев пишет об этом своему начальству в Бергколлегию. Но, не дожидаясь ответа из столицы, весной 1721 года начинает готовить площадку под строительство, вылить лес и заготавливать его на строительные нужды. Казалось бы, какие вообще компетенции в строительстве металлургических заводов могут быть у капитана артиллерии? Не нужно забывать, что действует он не один. Например, решение о строительстве нового завода он принимает совместно со своим помощником, выдающимся горным специалистом Иоганном Фредрихом Блюером. Тем временем из Бергколлегии пришел ответ. И ответ этот совсем не тот, что ждал Татищев. Строить новый завод ему не разрешили. В Бергколлегии настаивали на том, что нужно придерживаться изначального плана по строительству медиплавильного завода, а не железоделательного. Еще и Демидовы смотрят на Татищева Коса. Его инициативы им совсем не нравятся. В те времена они считали себя ни много ни мало хозяевами этих мест, и их влияние действительно было очень велико. Конкуренция с казенными заводами и Государева Ока под боком Демидовым были совершенно ни к чему. По долгу службы Татищеву приходилось взаимодействовать с Демидовыми, и взаимодействие это было весьма напряженным. Демидовы не воспринимали Татищева всерьез и не выполняли его законных требований. Демидовы даже вроде как пытались подкупить Татищева, чтобы он отстал от них. Но когда у них этого не получилось, они стали всячески ему препятствовать и пытаться его отсюда выжить. В январе 1722 года Татищев отправился с рабочей поездкой в столицу на пару недель, чтобы решить все-таки, что делать с новым заводом, и передал дела прибывшему ему на замену Ягану Мартину Михаэлису. Но эта поездка затянулась. Потому что Демидовы донесли на Татищева Петру Первому, и началось расследование. Демидовы долго юлили, обвиняя Татищева в разных проступках, в том числе в воровстве и коррупции, на словах, но не формируя четких обвинений на бумаге. И когда под давлением государства им все-таки пришлось это сделать, обвинение звучало примерно так. Татищев понаставил на дорогах застав и не пропускает через них хлеб для рабочих, от чего они голодают и устраивают забастовки. Татищев в свое оправдание говорил, что заставы он ставил по указу губернатора и совершенно для других целей. Провоз хлеба через них не ограничивался. Михаэлис же, став здесь по сути самым главным горным начальником, со скептицизмом отнесся к идее Татищева строить новый завод на Эссети. Он решил вернуться к первоначальному плану и дал распоряжение строить новый завод выше по течению реки Уктус. Подробно на личности Михаэлиса мы останавливаться не будем, потому что ничего стоящего он здесь не сделал. Вся его деятельность на Урале была по большей части вредительская. По его распоряжению на Уктусе была возведена вторая плотина, но весной 1723 года ее размыло и на этом строительство остановилось. Спустя два года, чтобы отбить затраты на строительство, по указу уже другого иностранца, эту плотину, конечно же, восстановили. И таки построили там Верхнеуктузский завод имени Цесаревны Елизавет. Именно поэтому микрорайон Екатеринбурга Елизавет имеет такое название. Но там еще Елизаветинское село потом было. Впрочем, это уже совсем другая история. Верхнеуктузский завод проработал 29 лет, после чего был продан в частные руки. На его месте было много разных производств, сейчас здесь расположены склады. В апреле 1722 года, перед началом русско-персидской войны, уже император Петр I направил на Урал с целью исправления железных и медных заводов своего друга и соратника. Он бывший начальник Аланецких горных заводов и генерал-майор по званию. В отличие от Татищева, он наделялся довольно широкими полномочиями. И именно ему предстояло разобраться на месте, кто же был все-таки прав в том споре, Демидовы или Татищев. В этом же году Демидовы основали еще один завод. От этого события отчитывает свою историю Нижний Тагил. На выиском заводе сначала производили медь, но потом делали и чугун, и железо. Проработал он 196 лет. Сейчас на его месте находится производство продуктов питания. С этим самым другом Петра, звали его Георг фон Хеннинг, отправляется группа специалистов и сам Татищев, чтобы отчитаться о проделанной им работе. В декабре они прибывают на Уктузский завод. Первым делом, оказавшись на Уктузском заводе, Хеннинг занялся внедрением инноваций. Например, он обучил местных рабочих новому, более эффективному способу выплавки меди на европейский манер. И даже Демидовы потом инспектировали Уктузский завод, чтобы на это дело посмотреть. С медью у них с самого начала не задалось. Генерал-майор этот был, как вы уже поняли, иностранцем, уроженцем Саксонии. Родился он в небогатой, но принадлежавшей к старинному роду семье. Его отец был артиллеристом. Перспектив на родине Хеннинг не видел, поэтому в 1697 году поступил на службу в русскую армию и вырос до своего звания из младшего офицерского состава. Был архитектором, военным инженером, специалистом в области горного дела и металлургического производства. Его полное имя Георг Вильгельм Дегенин. В споре Демидовых и Татищева Дегенину нужно было скорее защищать Демидовых, а не какого-то там Татищева. Но видя самоуправство Демидовых на местах и то, что правда была на стороне Татищева, он встал на его сторону. Дело против Татищева закрыли, а Демидовых наказали за ложные обвинения. В разногласиях по строительству нового завода с Михаэлисом Дегенин, видя, что строительство нового завода на Уктусе бесперспективно, также поддержал Татищева. Хотя друзьями они не были и даже друг друга недолюбливали. Людьми были очень разными. Но Дегенин считал Татищева человеком дельным, а поэтому работал с ним. Татищев же работал с Дегенином, потому что, ну, стал по сути его подчиненными. Дегенин пересмотрел проект нового завода Татищева и внес в него свои коррективы, включая то, что завод должен быть обнесен крепостью. В феврале 1723 года был готов новый проект завода крепости, и уже в марте, на подготовленной еще два года назад Татищевом площадке, начинается его строительство. На стройке работало большое количество человек, это и прибывшие с Дегенином специалисты, и мастера Солонецких заводов, мастера Скаменского, Солопаевского заводов и мастера из Тобольска. Еще в феврале на строительство из Тобольска прибыл батальон капитана Яна Королевича, а уже в марте второй батальон майора Иоганна Бриксгаузена и, само собой, заключенный. Куда же без них. В марте началось возведение казарм для солдат. Также в марте была заложена и крепость. Жилье в процессе безопасность, тоже надо уже строить бы и сам завод, но перед этим на территории крепости появляется кое-что еще. Как вы думаете, что? Неправильно. Кабак. Но если вы ответили кабак, то да, правильно, кабак. В апреле началось сооружение заводской плотины. Ее возведением, как ни странно, занималась демидовская команда во главе с Леонтием Злобиным. А в мае началось строительство и самого завода. Стройкой руководили помощники Идогенина, артиллерийские кондукторы Никифор Клеопин и Константин Гордеев. Приписными крестьянами руководил земский комиссар из Тобольска Степан Неелов. В мае месяце стройка набрала нужный темп, и Идогенин отправил Татищева на речку Егошиху, заводить там новый медный завод, будущую Перми. К лету на стройке работало уже несколько тысяч человек. Условия работы были очень тяжелые. Людей не жалели, продовольствия не хватало. Вокруг царила антисанитария, и людей скашивали болезни. Нередки были и случаи побега. Тех, кого удавалось поймать, жестоко наказывали, вплоть до повешения. Только это не помогало. Не в смысле, что повешенные все равно потом сбегали, а что других перспектива оказаться на шафоте от побега не останавливала. К смертной казни по итогу было приговорено 14 человек. Некоторых из них помиловали, заменив виселицу на суровые телесные наказания. А одного наоборот, колесовали. Это когда привязанного к колесу человека избивают стальным ломом, чтобы сломать ему побольше костей. И оставляют его так умирать. А конкретно этому бедолаге вдобавок отрубили голову и насадили ее на ось того же колеса. Исецкий завод буквально строился не только в поту, но и в крови. Дегенин имел желание придать заводу больше значимости по многим причинам. И у него была идея, как это сделать. В то время, как за окном на виселице висело тело тобольского солдата Семена Сотникова, Дегенин сидел в своей избе и писал письмо. Он писал супруге Петра Первого, Екатерине Алексеевне, с просьбой называть завод в память высокославного имени Ее Величества. А что, Катерининский завод? А если быть точнее, Катерининбургский, он же был обнесен крепостью. Она согласилась. Но с небольшой поправкой. Екатеринбургский завод. Татищеву, кстати, это имя не понравилось. Из-за немецкого окончания Бург. Ему вообще не по душе были заимствования иностранных слов, и он называл завод Екатерининским. Так что наш город мог бы сейчас называться Екатерининск. Ну, или Исецк. В августе сибирское горное начальство, а Дегенин называл его на европейский манер Обербергамт, всего лишь за один день переезжает Суктуса в Екатеринбург. Дегенину, видимо, было неудобно мотаться туда-сюда. Даже сейчас Суктуса в центр, путь не самый близкий. И он поручил капитану Ивану Патрушеву организовать переезд. С этого момента во всех документах новый Исецкий завод фигурирует уже как Екатеринбургский. И с этого же момента он является центром всей сибирской металлургической промышленности. В августе было окончено строительство крепости. Крепость представляла собой четырехугольник с шестью бастионами и четырьмя полубастионами. В бастионах были расположены пушки, а сама бастионная система укреплений, в отличие от башенной, позволяла избегать слепых зон. Крепость была рассчитана на облегченный вариант осады, без использования противникам мощной артиллерии. Все-таки угроз уровня Мстителей не предполагалось, а главной задачей крепости была защита от башкирских набегов. Укрепления крепости состояли из чистокола, земляного вала высотой в 2 метра, рва с водой глубиной в 1,5 метра и шириной в 4 метра, а также рогаток по всему периметру. Это такие заградительные сооружения. Рогатки ставили в том числе и на акватории городского пруда в зимнее время. Размеры крепости составляли 760 на 655 метров. Ее проекция на современный Екатеринбург выглядит таким образом. В сентябре было закончено возведение плотины. Она была длиной в 209 метров, шириной в 42 метра, высотой в 6,5 метров. Нынешняя плотина, для сравнения, имеет размеры длина 228 метров, ширина 74 метра, высота та же, 6,5 метров. То есть размеры сопоставимые. Пруд же был размером, ну, плюс-минус такой же, как и сейчас. В плотине был вишняковый и два ларевых рабочих прореза. Ларевые они потому, что вода текла по деревянным желобам, ларям. Сейчас ларевые прорезы представлены в виде открытого пешеходного перехода и закрытого проема, в котором даже непонятно, что сейчас происходит. Ну, а вишняковый работает по сей день. Также были построены две доменные печи, молотовая фабрика, укладная и стальная фабрики, медиплавильная, медиочистительная фабрики и другие производственные помещения. В октябре была заложена первая, еще тогда, мазанковая церковь святой Екатерины, Екатерины Александрийской. Она была выбрана в качестве покровителя завода крепости. Почему именно она, сейчас сказать сложно. Может быть, потому что это имя взяла себе при крещении Екатерина Первая? До крещения ее звали Марта. А я напомню, что хитрец Дегенин просил назвать завод Катерининбургским не конкретно в честь Екатерины Алексеевны, а в память ее имени. А вот это уже можно трактовать по-разному. Что имел в виду сам Дегенин, мы уже вряд ли узнаем. Или же это было как-то связано с символом святой Екатерины – колесом. Согласно ее жизнеописанию, ей предстояло пройти через орудия пытки, частью которого являлись колеса. На печати Екатеринбургского завода тоже было колесо, только не факт, что это было колесо Екатерины. Возможно, оно символизировало те водяные колеса, которые в своем большом количестве приводили в движение заводские механизмы. А может, вообще дело было в другом. В крепости было более 250 домов. Они были на максимальном отдалении от завода, у самых стен крепости, и были разделены на своеобразные кварталы. В одних жили рабочие, в других – солдаты, в третьих – мелкое начальство, а в четвертых, поближе к пруду – топ-менеджеры. Собственно, больше ничего на первой карте города и нет. Только жилье и производственные помещения. Ну, может быть, кабак еще где-то там обозначен. Штат завода составлял около 160 рабочих. Его строительство обошлось казне почти в 54 тысячи рублей, что на наши деньги очень примерно 200 миллионов рублей. Но надо понимать, что все эти сравнения некорректны, потому что в то время была совершенно другая экономическая система. Для сравнения, Каменский завод обошелся в 5 тысяч рублей, то есть в 10 раз дешевле. И вот мы подошли к этой дате. 18 ноября 1723 года был открыт створ плотины. Поларем потекла вода. Тобольские солдаты распухшими руками вытерли слезы. Вода привела в движение водяные колеса завода. Но доменные печи тогда еще не были готовы. А вот кричные молоты, да, это и был их пробный пуск. Таким образом и была выкована та самая первая партия полосового железа. На этом я и планировал закончить свое видео. Но всегда хочется заглянуть немного дальше. А что было потом? Давайте еще немного посмотрим. 7 декабря 1723 года в день именин святой Екатерины праздновали именины новорожденного Екатеринбурга. С бастионов полили пушки. Прямо на площадь выкатили бочки с вином. Платил за всех Татищев. Сразу после праздничных торжеств он выехал в Москву, а затем в Петербург. После чего отправился в командировку в Европу. Дагенен остался. В следующий раз Татищев приедет в Екатеринбург лишь спустя 10 лет на смену Дагенену. И они опять поссорятся. Вот вроде как есть много дат, которые можно было бы взять за дату основания города. Но почему именно 18 ноября, когда был впервые пущен завод? А дело в том, что эта дата была утверждена в советские годы. В то время было принято считать датой основания завода именно день его пуска. А Екатеринбург как раз и был основан как завод. Поэтому и 18 ноября. В первые же годы были запущены еще две доменные печи, 14 кричных молотов, дощатая, плющильная, укладная, стальная, якорная, проволочная, гвоздильная фабрики, машины для сверления пушек, резательные станки, подъемная машина для подачи шихты в домны, две медиплавильные фабрики с медиплавильными и медиочистительными печами, прочие подсобные цеха и мастерские, мукомольная и лесопильная мельницы, построили здание обер-бергамта, рядом с которым располагались лаборатория, архив и тюрьма. Также в крепости появился гостиный двор и школа. Позднее плотина была досыпана и облицована бутовым камнем. Первая мазанковая церковь Екатерины была уничтожена пожаром, и на ее месте построили новую, каменную, с часами. В 1726 году выше по течению реки Сеть была возведена запасная плотина, образовавшая Верхесецкий пруд. И в этом же году там был основан Верхесецкий завод имени Цесаревны Анны. Также в 1726 году был запущен монетный платный двор, который изготавливал квадратные медные монеты, платы. Просто у завода закончились деньги, нечем было платить рабочим, и на заводе решили делать свои. А спустя 19 лет в будущем Березовском найдут первые в России месторождения золота. Ну все, это можно продолжать еще очень долго. Подводя итоги, можно сказать, что Екатеринбург на момент своего основания был самым большим производственным центром во всем мире. На небольшой площади находилось множество разнообразных производств, что, кстати, очень удивляло европейцев, которым довелось здесь побывать в то время. Плотина Екатеринбургского пруда на тот момент была самым большим гидротехническим сооружением в мире. А сам Екатеринбург был первым в мире идеальным городом-заводом. Несмотря на то, что видео подходит к концу, все это только начало 300-летней истории Екатеринбурга. С первых же лет существования он будет развиваться очень стремительно. Станет окном в Азию, городом трудовой доблести и опорным краем державы, третьей столицей России, столицей Урала и просто городом храбрых и выдающихся людей, которые искренне любят свою страну. А что вообще осталось от Екатеринбурга образца 1723 года? На самом деле практически ничего. Первые здания были по большей части либо деревянными избами, либо мазанками, и до наших дней не сохранились. В разгар строительства Екатеринбурга действовал запрет Петра I на строительство зданий из камня везде, кроме Санкт-Петербурга. Крепость не раз перестраивалась, город рос, стены переносили. В определенный момент старые стены убрали, а новые не построили. Не было в них уже надобности. Вообще была идея построить в Екатеринбурге каменный Кремль, но движение в этом направлении остановилось после смерти главного ее инициатора в 1789 году. Екатеринбургский завод проработал 85 лет. После него на этом месте работали другие производства, такие как монетный двор, гранильная и механическая фабрики, позже железнодорожные мастерские. Последним здесь функционировал вагоноремонтный завод имени Воеводина. Само собой случались пожары, здания перестраивались, и от оригинального завода 1723 года не осталось ничего. А в 1964 году в этом месте началась реконструкция, и те производственные здания, что были здесь на тот момент, по большей части снесли. Чтобы к 250-летию города сделать здесь исторический сквер. От заводских построек остались лишь водонапорная башня, четверо ворот с фрагментами забора, некоторые стены и три здания, в которых сейчас располагаются музеи. Получается, что от самого первого Екатеринбурга остались лишь деревянные сваи из лиственницы, которые были забиты в дно реки и являлись частью плотины. Несмотря на то, что плотина не раз перестраивалась, они до сих пор там. А самым старым, сохранившимся до наших дней здание в Екатеринбурге, которое хоть как-то краешком пересеклось с одним из основателей нашего города, является нынешняя Уральская государственная консерватория. Здание было построено в качестве нового здания горной канцелярии. Это бывший обербергант. И построено оно было по распоряжению самого Татищева, когда он приехал в Екатеринбург на смену Дегенину. Правда, изначально этажа было всего два, и портиков с колоннами не было. Но сам Татищев в нем так и не побывал, хотя мог наблюдать его строительство. Ведь когда здание было готово, он уже работал в Оренбурге. Адегенин в Петербурге. Субтитры создавал DimaTorzok